Ноябрь 906 года, два основных события, это Столыпинская реформа завершилась на самом деле, то есть 9 ноября наиболее серьезный и окончательный документ приняли и начала выходить наша Нива Белорусская. Два основных события к этому году. Значит, Столыпинская реформа, она назрела, потому что как раз, как я уже говорил, если 905 год это были восстания в основном в городах, то 906 это в основном в деревне. То есть основной непосредственной такой причиной было необходимость прекратить аграрные волнения, которые были массовые летом 906 года. Вот они волнения называются, потому что, как правило, это не так выглядит, что все собираются и идут ментов убивать, как это в городе выглядело. Как правило, самая легкая форма это самовольная порубка в лесу каком-нибудь у помещика. То, что там они ходили, ягоды воровали, это у них вообще как норма было и сейчас вот в Воронежской деревне приходилось побывать. И сейчас они ходят постоянно по совхозам и воруют там все, что у них получается у крестьян. Значит, самовольная запашка помещичей земли, тоже аграрное волнение. Но понятно, что землю надо там посеять и собрать, то есть они ее запашут, только если они уверены, что они урожай соберут. В 906 году, поскольку собиралась дума, они, крестьяне, все повыбирали туда кадетов, и кадеты им пообещали, что землю заберут у помещиков, крестьянам дадут. Поэтому крестьяне запахивали, так считали, что все равно дума, землю им даст. Поэтому в 2006 году довольно часто была запашка помещичей земли. Разборка имения, тоже форма волнения, вламывается в имение, расхищает там запасы всего, что относится к сельскому хозяйству. То есть скотину, семена, сельскохозяйственный инвентарь и так далее. Как правило, помещичей дома, они считали, что это помещикова, это они, как правило, не грабили, они забирали то, что относится к земле. То есть логика у них такая была, что вот мы пашем сеем, и нам это надо, а ты не пашешь, не сеешь, и тебе это все равно не надо, вот как они объясняли обычно. Редко они осуществляли, собственно, убийство или там поджоги имения. Это в серьезных случаях, когда, допустим, помещик, как они посчитали, совсем там плохо себя вел, там кого-нибудь побил, там что-нибудь там несправедливый с ними сделал, тогда они могли хату подпалить. Стычки с войсками или полицией совсем редко, как правило, они это делали вот так вот, что пришли, все разворовали и ушли. А если их, допустим, допрашивать, они говорят, что мы ничего не видели, ничего не знаем, и как это все осуществилось, понятия не имеем. Все то же самое они потом рассказывали, когда они в 18-20 году против портодорожки восставали, там, в общем, так выглядело, что восстала вся губерния, поубивали всех комиссаров, а потом, когда начали расследовать, никто не видел, кто это сделал. Поэтому большевики применяли варварские всякие методы по типу массовых расстрелов и так далее, то, что виноватых они не могли сыскать, и то же самое было и при царизме. Ну вот, то есть, учитывая, что крестьяне массово сопротивляются, надо какие-то меры принимать, поэтому, собственно, было несколько программ. Кадеты предлагали именно землю дать, то есть, причины основные какие из всего этого были, что, во-первых, реально не хватало земли в европейской части, действительно им не хватало, они размножались, люди, у них было много ртов, земли у них было мало, прокормить не могли, поэтому они восставали. Были массовые же крестьянские восстания и до того, то есть, суть не в пятом-шестом годе, а суть в том, что реально у них причины были для социального недовольства. И второе, крестьяне, как правило, считали, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. А раз помещик не работает, значит, она и не его. Такая у них логика была. А то, что, допустим, там помещик воюет, ну, может государство взять с них налоги, допустим, и содержать армию. То есть, вроде как поместье давали первоначально, потому что это воины. Но уже с XVIII века был указ о вольности дворянства, и дворяне не обязаны были воевать. В связи с этим крестьяне не понимали, а зачем они тогда вообще нужны. Раз оно не воюет, оно и у них все забирает, землю оно не пашет, но и вот, соответственно, значит, надо забрать у него землю, так будет по справедливости. Логика такая у крестьян. Ну вот, Дума, которую действительно народ как бы избрал, хотя и по сложному, по неравноправному этому избирательному закону, вся Дума требовала конфискации помещих земель. Кадеты предлагали передачу в частную собственность крестьянам, с некоторой выплатой компенсации, возможно, помещикам. Однозначно передачу государственных земель крестьянам и так далее. Ну вот это наиболее такая была, конечно, адекватная программа, на нее правительство не пошло, потому что оно было категорически против отчуждения земель. Еще 4 марта 1906 года создали землеустроительные комиссии правительства, которые разрабатывали реформу, они это делали вяло. СР и социал-демократы, которые тоже были в Думе, второй фракции по количеству, они требовали вообще национализации земли, то есть передачи всей земли в руки государства, в том числе и крестьянской, с последующим там уравнительным распределением государства. Это был совершенно идиотский законопроект, который они тем не менее в 17-м году осуществили, и он привел к значительным проблемам в сельском хозяйстве, до сих пор нерешенным. Ну в общем, правительство ни на какой не пошло из этих проектов, а Столыпин, как он и изначально хотел, он решил провести какие-то меры, которые ослабят недовольство населения, но не приведут к изменению системы как таковой. Вот основные его идеи были. Так как Думу разогнали, и они думали, что скорее всего Вторую Думу такую же выберут, потому что они объективно понимали, что у них нет никакого сейчас авторитета среди населения, население опять за все оппозиционные партии проголосует. Они решили разработать законопроект в промежутке между сессиями, потому что у них было такое право по конституции. И таким образом они думали, что они начнут успокаивать социальное недовольство, и будет возможность провести черносотенцев в Думу, то есть проправительственную партию. Черносотенцев они усиленно накачивали, прошел съезд черносотенцев осенью, то есть их они накачивали как могли, с участием церкви, с участием всех институтов, которые на них изначально работали. Но у них не получалось то, что население на выборах не голосовало за этих черносотенцев. А интеллигенция их презирала. 27 августа вышел указ о продаже крестьянам государственных земель. 5 октября, 14 октября, дальнейшие были указы земельный крестьянский банк, расширили его деятельность. И основной законодательный акт вышел 9 ноября. Суть закона 9 ноября 6 года. Значит, суть его заключалась в разрушении общины. То есть если у нас ранее постоянно государство общину поддерживало в конститут, причем кадеты постоянно же и критиковали, что это искусственная поддержка. Вот это то, что социалисты постоянно несли, что якобы крестьяне сами за общину. Это полная хинея, потому что правительство до 6 года общину само поддерживало и создавало. То есть у них выбора не было крестьян. После 6 года действительно начали общину разрушать, но прошло всего 10 лет. То есть особенно там и процесс этот шел, но он особенно и не был завершен. И непонятно было еще крестьянам, как это вообще без общины. Кадетская была тоже такая позиция, что община сейчас не нужна в данных условиях. Но в общем, в чем суть этого указа Столыпинского? Что всякий крестьянин может забрать землю из общины в личную собственность. Это усложнялось тем, что в общинах постоянно происходил передел земли по системе полосок. То есть в чем суть общины? Что это юридическое лицо, которое владеет землей коллективно. Тоже никакого социализма тут нет, тем более это никак не связано с национализацией земли. Из того, что они владели землей коллективно, не значит, что они хотели, чтобы землю передали государству. То есть вот то, что конкретно врут социалисты, что якобы вот крестьяне были коллективисты, они сами хотели национализации. Тут никакой логической связи нет. Вот коллективисты они были в форме товарищества собственников на землю, что типа ТСЖ. То есть это частная собственность, просто она коллективная, собирают там собрания и так далее. Никакого отношения к национализации, то есть к передаче земли полиции с последующим распределением государству не имело. И никогда не желали они передать землю государству. Никаких таких мыслей крестьяне никогда не высказывали. Ну вот, проблема-то в чем? Они постоянно это товарищ, что землю перераспределяло. Я в детстве тоже жил в деревне в Советской, где была схожая сообщенная система. То есть они каждую весну, перед тем, как начинается посевная, они распределяют полоски. На полосках ставят межи, и из этих межей мне тоже само приходилось видеть, как начинают разбираться, где там межа поставлены, кто там сеял, кто там не сеял. Это у них как бы норма жизни обычная была. Теперь как бы все выделяется в отдельную землю. Которая прижит лично тебе, и никаких вот этих разборок по поводу полосок нет. Значит, по возможности они пытались так сделать, чтобы эта земля была при доме владельца. Тогда это получался хутор. То есть вот стоит твоя земля, твой дом стоит, вокруг нее тая земля, это логически понятно. Но это не во всех селах было возможно. То есть они делали так же отруба. То есть какой-то единый участок в одном месте пытались сделать. Это было сложно, поэтому в некоторых случаях предусматривало, что можно сделать денежную компенсацию. То есть они ему земли вообще не давали, они ему выплачивали деньги, потому что у них ранее была коллективная собственность на эту землю. Вот они ему тогда выплачивали, он выходил из общины, мог там пойти купить где-то землю, где он хотел. При этом могли получить землю только крестьяне, то есть поддерживалось именно индивидуальное крестьянское землевладение. И, значит, в принципе, собственники отрубов получали более качественные права собственности. То есть более лучше. Они могли, допустим, там огород поставить и так далее. То есть немножко это было получше. На базе вот этого вот развала общины позднее Столопин будет пытаться еще организовать переселение в Сибирь и Казахстан. То есть пытаться решить аграрные проблемы центра России путем предоставления, выселения крестьян просто на те территории, где земли много. Также у них будет чуть позже программа все-таки передачи земель от помещиков. То есть они пытались эту кадетскую часть тоже, то есть часть земель помещиков через механизмы крестьянского банка, они все-таки передавали постепенно. Просто они это так не объявляли, как конфискацию. Но деятельность в этом плане они проводили, царские правительства, именно чтобы снизить нокаут, так сказать, противоречия в деревне. Но они ее не завершили, поэтому да, во время революции часть крестьянства действительно была заинтересована в том, чтобы в какую-то форму или в общину передать землю помещиков или в частную собственность и так далее. Реформа Столопинская частично удалась, то есть увеличился процент частных собственников, они переселили много народу в Сибири, в Казахстан, где правда проблемы были у людей порядочные, на новом месте. Что-то они там осуществили, но ради радикально не решили проблемы, то есть аграрные противоречия продолжали оставаться и в 17-м году большевики это использовали. Идет национальное возрождение белорусов. У украинцев это давно уже, там свой язык, свои издания и так далее. У белорусов, в общем-то, все это начинается скорее в конце 19-го века. Ну и вот такой важный этап, это то, что они начали издавать газету на белорусском языке. Наша Нива как раз вот 23 ноября 1906 года, она начала издаваться в Вильнюсе. В Вильнюс на самом деле почти не было там литовцев, он был заселен в основном поляками, белорусами и евреями. Поэтому позднее, допустим, в 20-м году у поляков были существенные основания присоединить Вильнюс к Польше, что они осуществили. После, кстати, референдума там проводилось голосование в районе Вильнюс-Гродно, где в основном победили сторонники присоединения к Польше. Но это потом будет, сейчас вот такой позитивный момент. Издавалось оно и кириллицей, и латиницей, наша Нива. Так как, в принципе, на тот момент два было равноценных правописания и латиница, и кириллица на белорусском. Кириллица напоминала украинский, а латиница напоминала польский. Ну, то есть, более точно будет белорусское правописание уже конкретизировано где-то в 30-е годы, насколько я понимаю. Там работали как раз те люди, которые во многом и создали белорусский литературный язык. То есть, это Якуб Колос, Максим Богданович, Олесь Гарун и так далее. То есть, там как раз публиковали они белорусских писателей и публиковали многочисленную публицистику на белорусском языке. То есть, этот факт позитивный свидетельствует о национальном возрождении белорусского народа, которое, тем не менее, не было все-таки завершено к моменту гражданской войны. По сравнению с украинцами не было массового такого сильного белорусского национального движения. Хотя, определенные предпосылки к этому были, то есть, белорусскую народную республику они создали и так далее. Что-то они делали, но не так сильно, как в Украине или, тем более, в Прибалтике.